Жители новостроек в третьем г-микрорайоне бьют тревогу. Поскольку местные власти, их проблемы решают слабо, люди вынуждены обращаться в СМИ. Казалось бы, новый микрорайон. Дома вводят, и проблемы обманутых дольщиков решаются. Живи до радуси. Но как жить, если на днях людям вместе с отоплением отключат горячую воду, причем насовсем? В адрес ЖСК «Гарантия» от компании «Тексервис» поступило уведомление о выводе из эксплуатации блочной модульной котельной, обеспечивающей тепловой энергией на квартирные дома в третьем г-микрорайоне в целом и дом номер 29 по улице Волжской, находящийся в управлении ЖСК «Гарантия» в частности. Таким образом, договор на обеспечение тепловой энергии, это отопление и горячее водоснабжение с 16 апреля 2019 года будет расторгнут. Когда дом вводился в эксплуатацию, и до осени прошлого года, возможная проблема об выводе из эксплуатации котельной, она не озвучилась. То есть мы о ней вообще были не в курсе. И тут нас как бы ставят практически перед фактом. Мы получаем уведомление о техсервисе и видим, что у нас возникла такая ситуация. И с этим надо что-то делать. Мы тут с жильцами периодически у дома собираемся. В дополнение, ещё раз повторюсь, что были на приёме у главы администрации города. Ну и такой идёт основной упор на ИТП. В 29-м доме квартиры получили обманутые дольщики, которые мало того, что вложились в строительство дома, так потом ещё и добавляли немалые деньги на его достройку. В итоге жильё они получили без отделки. И потому сейчас лишь 50% квартир заселены. Многие делают ремонт. Нужен бойлер, котёл в простонародье, который будет нагревать воду для определённой температуры и подаваться уже по трубам всего здания. Трубы заведены только до... Ну, в подвал заведены и всё. Остальные беды – это уже беды дольщиков. Кто будет сбрасываться на установку ИТП, если у людей каждая копейка на счету? Ориентировочная сумма, насколько мы сейчас представляем, где-то полтора-два миллиона рублей. То есть в пересчёте на квартиру в среднем выходит где-то в районе 8-9 тысяч. Конкретного разговора о необходимости установки индивидуального теплового пункта в нашем доме не было. Попасть в пилотный проект ПАО «ТПлюс» по бесплатной установке ИТП новостройки не смогли, поскольку этот проект оказался не востребован в Балакове, и в этом году средства на него не выделили. В Балаковском филиале ПАО «ТПлюс» пояснили, что со своей стороны компания сделала для жильцов 3-го г. микрорайона всё, что было в её полномочиях. Была выполнена разводка внутриквартальная к существующим, построенным и строящимся на тот момент ПАО «ТПлюс» строительной 39 дому. Внутриквартальные сети проложены, введены в дом, все обязательства по подводу, монтажу, строительству ПАО «ТПлюс» выполнил. К сожалению, мы не можем войти внутрь дома, согласно законодательству, и установить для них ИТП за счёт собственных средств. Внутридомовое имущество – это имущество собственников жилья, то есть жителей. Каким образом они организуют? Ну, естественно, это за счёт либо управляющей компании, либо ТСЖ, либо за счёт жителей. Им необходимо, наверное, всё-таки собраться с собственником жилья, провести какое-то собрание, собрание с управляющей компанией и решить, каким образом, сразу говорю, не за счёт ПАО «ТПлюс», а за свой счёт установить ИТП. По вопросам, к кому обратиться и кто является специализированной организацией, пожалуйста, мы готовы в этом помочь. Специализированная организация проводит обследование, после этого рождается проект однозначно и покупается, устанавливается ИТП. Теперь жильцам всё-таки придётся искать средства на установку ИТП. И они задаются вопросом, почему нельзя оставить котельную, которая уже работает в третьем гомикрорайоне? И почему обязательство установки теплового пункта не берёт на себя администрация района или застройщик? Ведь новостройки должны сдаваться в эксплуатацию полностью пригодными к жизни. А тут, получается, поставили котельную на время, лишь бы дольщики не возмущались. А теперь получайте сюрприз и готовьте миллионы. Мы уже созванивались на прошлой неделе, сегодня уже с утра созванивались из той котельной, от которой люди были заберены, где сейчас уже, которая встаёт. Поэтому вопрос на контроле на ежедневном ходе. Посмотрим, как найти решение, техническое решение для подключения людей данного микрорайона, данных трёх домов. Но даже если и получится найти средства на установку ИТП, быстро этого не сделаешь. Необходимо заказать проект, затем приобрести и установить тепловой пункт в домах. А это не меньше месяца. Почему же нельзя было собрать людей раньше и разъяснить им пути решения проблемы, непонятно.